Всем привет, дорогие друзья! У нас на канале Северной Атеки. Куда мы собрались? В магазин. Мы едем в город. Да, пап? Пап у нас что-то кресло чинит. Ты ремешки делаешь подлиннее ребенку, да? Да. Ну, красота. Детское кресло моей личной фирмы, Саша. Я знаю. Златек. Надо же, бывает же такое в этой жизни. Так что, собираемся выезжать. Ваня, тут пап шмон наводит, да, Ваня? Да. Все, сейчас, Ваню, садимся и выезжаем. Все, явно чувствуется осень. Листья желтые, опадают, похолодало. Ну, с другой стороны, что мы хотим. Практически весь сентябрь был жаркий. И вот резко стало так холодно. Ну, и вообще у нас октябрь уже на носу. Прям вот, вот, учусь. Ну, ку-моему, покажи. Вот, 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 отцепы сидит. Да, вот он уселся и сидит. Золотая осень, да? Золотая осень. Золотая осень. Делали недавно сыр. Ну, сыр, в принципе, получается. Работе рассказывает такое. Вот сыр получается. Нутральный продукт. Классно. Все так расписано. Рассказываю. В ролике там показал. Товарищ один. Вот, я тоже хочу. Че там? Ну-ка, давай, откажи. Ну, вот, то есть у 5-10 молоко там покупаем. Накладка. А че, почем, сколько стоит? Давай посмотрим. Включил интернет. Интернет показал. Он позор с ними. Потом расскажу. Че там? Лук, яблоки, помидоры, морковка, свекла, по-моему. Кусты какие-то. Кусты какие-то. Яйца. Каждый яйца. Собака вот стоит. Ну и дальше че? Про сыр. Полезли в интернет. Он говорит, все, я тоже хочу сделать. Это вообще ничего. Сложного, говорит, зайди. У нас ролики есть. Ссылку ему дал. Как мы сыр делали. Горя, единственное, но это мы первый раз сделали. Хотя тоже получилось. Но чтобы еще лучше получилось. Бумажки там сбросал. Ну, приемы все те же самые. Там единственное у нас по технологии только выдержка по времени. Немножко другая. То закваска немножко подольше надо подержать. Чем на том и сразу бух, и вот и все у нас готово. Потом сыр выдерживать надо подольше. Конечно, не, конечно, можно и сразу слопать. Чтобы он вкусный был. Ну, хотя бы, ну, как минимум недельку. А то лучше месяца, то и два. В идеале три. Ну и все, Анкарчик, сгорелся. А, я тоже хочу. Все, давай заказывать. А там доставка 300 рублей еще. Я говорю, ну, в принципе, мне тоже надо. Я тут сказал, 9 литров молока. Кстати, сегодня вечером надо будет молоко забрать. Ну, или они привезут, если им приезжать будут. Там в деревне у нас родственники. 9 литров молока. Сколько? 450 рублей, по-моему, да? Да, 450 рублей. Начали рассуждать на тему, как может сыр стоить 250-300 рублей, если молоко. Вот 9 литров должно получиться килограмм. Стоит 450 только молоко. О, а если еще закваска, если еще фермент, еще там расходы там, ну, даже если труцевая не считать работу, получается плюс 100 рублей еще добавь. Нет, и если выдержанный сыр, который там год надо выдержать, откуда же он будет? Конечно, он будет торговаться. 150 рублей только материалом, не считая работы. Не считая там электричество, ты будешь газ затратить, да, там нагревать. Я не представляю, из чего сделан тот сыр, который стоит, там, 300 рублей килограмм. Ну, все, в общем, заказали, как бы в одну посылку, чтобы доставку. Ну, вот, пополам разбились. Так что вот вариант, кстати, сэкономить на пересылке. 150 это уже меньше, чем 300. Еще на следующей неделе должна посылка прийти. Я там сказал, еще ферменты, говорю, у нас заканчивается. Закваска? Да, ферменты я взял 30 миллилитров. Ну, 30 миллилитров это... Надо там на глазок. Да. Если на 50 литров, то есть на 10 литров, на 5 чтей ее надо поделить. Ну, ничего страшного, поделим. Не привыкать. Он, короче, форму еще сказал. Говорю, возьми для начала банку майонезную. А сколько стоит? Смотрим, 330 рублей. Кстати, заезжали мы в садовый центр. У них форма такая стоит 500 рублей. Ну, да, дешевле, значит, набор. У них отдельно нету. Есть фермент такой в порошке, у нас, кстати, тоже есть. Японский что-то какой-то. А такого жидкого нет. Мне вот жидко-то понравилось. Не знаю, ну, или только привыкли, чтобы им пользоваться. Кстати говоря, вот этот раз я делала, молоко створожилось с этим ферментом через полчаса. И он уже прям плотный такой стоял прям. Да, правильно оно и должно через 20-30 минут начинать створаживаться. Если что-то не так пошло, то вот там час и два вот часа может даже коагулироваться. Но, но, Саша, это молоко было уже чуть тронутое само по себе. Я когда лизнула, вот оно чуть тронулось. Вот мне кажется, это идеальный вариант. Оно и так и должно быть. Не должно. Не должно быть. Оно должно быть. После того, как подоили корову, 4-6 часов должно пройти. Потому что это период, когда природа позаботилась о телятах, чтобы там не было никаких бактерий, антибактериальные какие-то вещества содержатся. И оно не свернется. Это свежий молоком. После там 6 часов, допустим, то суток, по-моему, максимум. Вот это считается, ну вот я устро делал, что на форумах. Не считается вот такое молоко надо. Но мы дня 4 держали. Обычно берут 12-часовое. Ну, либо оно грамотно охлажденное должно быть, но не написано, что такое грамотно охлажденное. Ну, в принципе, может быть, у нас оно и было. Танюшка, она обычно молоко кидает в морозилку, сразу резко остужает. Поэтому все может быть и нормально. Все? Вот. Заказали коврики дренажные еще. Будешь потом, когда начинается, чтобы не в сыворотке стояла головка, а на коврике дренажные... Ну, коврик там 50 рублей стоит, 55 рублей. А в магазине в этом, там только наборы есть. Такой коробочке, там, в общем, набор. Фермент, закваска и хлористый кальций. Хлористый кальций, это если пастеризованное молоко будет. У нас, как бы, свет, ну, проверенный производитель. Без пастеризации не надо. Хлористый кальций. В общем, набрал он на тысячу рублей, вот, на первый раз. А, вовсанную мешок он еще взял. Что еще? Собственно, вот еще. Термометр на Алиэкспрессе за 120 рублей. В магазинах самодешевую цену на 250 рублей у нас. Ну, мы для себя тоже за 129 заказали. Как сейчас? Это мы не для себя. Нам Наташа Сергеева прислала в подарок. Это мы, моя парень. Какая разница? Так что, вот, одним сыроделом больше. Будем делать сыр, делиться опытом. Вдвоем-то интереснее. Ну, вот он принесет тебе на работу попробовать с ними, у него что получилось. Ну, да, попробуем. Ну, это еще надо дождаться, как все это дело придет. Начнем. Ну, целый стадо пасется. Кстати, около Кеди, финари поставили. Да. Да. Угу. Типа сыраюшки такой. Даже не знаю, сказать. Для ящика это слишком большой, для сарая маленький. Ну, как бы хозблок такой. Из металла сварили. Мы обшили USB, USB, как она называется, USB. Сверху поставили эту емкость. Она получилась как бы от единой такой конструкции. Классно на все выглядит. Ну, и практично туда, я считаю, можно инструменты складывать. Дверь так сделали туда. Я зашел, посмотрел, оценил. Говорю, классная вещь. Говорю, вполне можно клетку для перепелов там установить. Трехъярусную, даже четырехъярусную. Мама вот хохочет. Говорит, я все так практичка, мыслей. Да. Я говорю, а что, классно? Сверху вода есть. Сразу на ниппельной поилке распустил. Развел, вернее. Вода есть, то корм подсыпай, яйца собирай. Ну да, кто о чем, обшивая баня. В Андрюхе у брата Солярис машина. Ну дай. А он все время смотрит, у нас есть эта грузь-контроль. Скорость зафиксировал, нажал кнопку. Ноги убрал с педаля. Она держит, это удобно. Он полез в своей машине ковыряться. Оказалось. Достаточно было там у них в соседнем блоке гаражей есть, где перешивают программу компьютерную машину. Чип-тюнинг делает. И там активировать, ну просто в программе надо активировать, оно переменную. Программа отравила, подключили, перешили. Потом он прицепил туда кнопки на руле, которые за мутофолом отвечают. И все, и у него круиз-контроль есть. А чемелые ручки? Если в магазине покупать машину, там плюс 20 тысяч будет с круиз-контролем. А он сколько заплатил? А он заплатил 2000 рублей. И все. Вообще, в принципе, я не знаю, в Солярисе есть круиз-контроль или нет. По-моему, даже нет. Они, по-моему, уже за следующей версией только в другом машине уже появляются. Андрей сделал в Солярисе пускать. Будем кататься. Вперед-назад, справа. Угу. Угу. Как же только. Кепку Вань можешь снять. Ну да, да, рядышком с тобой положи гуси. Гонщик. Кто у нас гонщик? А? Ваня гоняет. А управляешь со штыми? Саша. Только вперед-назад, а колеса. Он крут. И он у меня. 10 минут. Ну, катайтесь, я пошла. Вань, пока-пока. Сходили фикс прайс, впереди обзор покупочек. Пока стоим на стоянке, рядом машина. Маленький песик. Сосед сидит, ждет хозяйку. Новую надпись сделали Саратов. Это я. Ммм, красивенько. Последние цветы. Последние цветы. Да. Последние цветы. Саша вот говорил, кастрюлю именно в этом магазине. И утюги вот здесь дешевые. Сейчас посмотрим. Ищем все-таки овощерез. Тут запчасти видим, не поймем. Ну, само по себе. И все-таки к мясорубке. В комплектации. А, кстати говоря, вот кто ищет насадку для того, чтобы делать сок томатный, вот она, Саша, видишь? Вот тоже, наверное, в комплекте. Наверное. А вот, смотри, тоже вот. Вот. Нет, это тоже мясорубки. И к ним в комплекте овощерезки. Короче, четыре с половиной. Мне мясорубка, зачем у нас их так две? Ну, я же не на ладь, что тут они в комплекте. Смотрите, какая классная сушилка для белья. Раскладная, большая такая. Всего 655 рублей. Ну, а вот они и кастрюли. Там 10-литровая была за 1000. 12-литровая. А здесь 18-литровая за 1200. Вот его и надо. Бачок такой. 9 литров 655 рублей. Все, мы возвращаемся домой. Наконец-то. Вот моя деревня. 8 минут на речку выйти, потому что заразы травы нарус будут все не сгасить. Везем маму. С Ваней будет сидеть, Ваня болеет. Давайте прощаться со всеми. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока. До новых встреч.